Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук и в этом видеоподкасте рассмотрим демодекоз собак, формы его проявления и симптомы. Демодекоз является распространенным кожным заболеванием у собак. Возбудителем заболевания являются микроскопические клещи Демодекс канис. Клещи Демодекс являются частью нормальной флоры кожи и всегда присутствуют на ней небольших количеств. До сих пор точно неизвестно, почему одни собаки болеют демодекозом, а другие нет. Считается, что у некоторых животных существует определенная генетическая предрасположенность к заболеванию. Во многих исследованиях показано, что при демодекозе страдает иммунитет и что возникновение заболевания связано именно с низким иммунитетом у животного. Существует также мнение, что демодекоз передается от матери к щенку, то есть передается по наследству. Поэтому можем говорить о двух точках зрения путей заражения домашних собак демодекозом. 1. Контакты с зараженным животным потенциально опасны и приводят к демодекозу. 2. Животное может заболеть и без контакта с носителем клеща при условии резкого и сильного снижения иммунитета. Развитие демодекоза нередко способствует неправильному кормлению, особенно если в кормах наружен баланс содержания протеина и витаминов. Так же способствует возникновению заболевания перенесенные инфекционные заболевания, глистная инвазия, сильный стресс, различные косметические операции, такие как купирование ушей и хвостов. Очень часто демодекоз возникает после различных перенесенных заболеваний, при которых применялись иммуносупрессивная, химия и глюкокортикоидная терапия или длительное лечение антибиотиками. Общее здесь то, что при всех этих болезненных состояниях наблюдается значительное понижение иммунитета организма, а иногда заболевание проявляется и на фоне врожденного низкого иммунитета. Поэтому при выборе щенка будьте особенно бдительными, при покупке щенок должен быть абсолютно здоров. Просто иногда слабых щенков вместо браковки выхаживают, особенно если это щенки очень дорогих пород, благо современная ветеринария это позволяет сделать, но впоследствии это становится бесконечной головной болью для хозяина. И болеет такое животное потом чем угодно и не только демодекозом. Симптомы у пораженной собаки имеют вид многочисленных пятен, которые появляются на голове, ногах, туловище. Эти пятна, как правило, увеличиваются и имеют вид больших очагов поражения с выпавшими волосами и пораженной кожей, которая со временем переходит в язву. Данная патология почти всегда сопровождается секундарными микробными и грибковыми инфекциями, которые усугубляют течение болезней. Существуют различные формы заболевания. Локализованная форма и генерализованная. Локализованная форма болезни обычно возникает у собак моложе одного года и возникает она в результате какой-то болезни или сильной стрессовой ситуации. Первым признаком локализованной формы демодекоза могут стать редкие волосы вокруг век, рта, передних лап. Создается такое впечатление, что шерсть у собаки в этих областях выяло моль. На вид это такие беловато-серые пятна. Прогноз на выздоровление в таких случаях, как правило, очень хороший. Большинство собак процентов 90% излечиваются от демодекоза, а у остальных 10% локализованная форма, к сожалению, перетекает в генерализованную форму. О том, как лечить демодекоз, какие существуют современные подходы и препараты, смотрите в нашем следующем видеоролике. А пока всего Вам доброго, здоровья Вам и Вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.